Йо, друзья, всем привет! Вы на канале Адам Зубайраев. А это значит, что мы снова выехали куда-то путешествовать, вкусно есть и знакомиться с очень интересными людьми. Кто соперник? Из женского дивизиона есть для меня кто-то? А долго идти, гипно? Нет? Надо шли, мы все уже. Хули. Минус 192. Ситуация такая, меня на один фильм позвали сняться. Роль убийцы. Научи нас каким-то приемом. Постенью. Йо, друзья, всем привет! Вы на канале Адам Зубайраев. А это значит, что мы снова выехали куда-то путешествовать, вкусно есть и знакомиться с очень интересными людьми. Мы сейчас находимся в Кунибе, в Дагестане. Тренироваться. С шарой буллетом, шарой буллетом. Я хотел оставить как сюрприз, ну ладно, погнали. Подожди, подожди. Вернись, вернись, вернись. И перед тем, как вы полетите, подпишитесь, поставьте лайк и оставьте комментарий. А теперь, полетей. Знаешь, видите, улица, например, она как будто и в Вене где-то. Слышишь звуки? А ну-ка. Шара! Только боком развернись и так не поместим. Иди сюда, заходи. Саламу алейкум, Шара! Аликсалам! Шара, ты что делаешь, брат? Кую мечи! Это мастерская в моем родном селе Гуниба. Мой брат Шамиль здесь орудует. Я к нему прохожу, учусь меткости, кидаю ножи, точу мечи. А локти ты здесь тоже затачивал? Кую! Локти! Локти вот эти здесь затачивал. Локти тоже здесь затачивал. Это вот место, где ты стресс снимаешь, успокаиваешь, надо? Да! Кто следующий будет на этой мишени? Виторий фото срочно распечатать. Вот это искусство, вот это брата нашего Шамиля. Это катана? Да, это правильно ее назвать, ниндзюцу. Это побольше, чем катана. Она чуть поместилась. Ниндзюцу? Да. Тебе она подходит. В клуб, да? Да нету ничего, ножа нету, я тебе говорю. Там в мою центру вот так заходит. На суету, пацаны. Все, мы пойдем, прогуляемся по голове. Команда Шара Буллита! Кто соперник? Из женского дивизиона есть для меня кто-то? Я слышал, что у тебя на спаррингах бывали моменты, когда вот спарринг, как говорится, переходит в драку. Я люблю спарринговаться очень мягко, спокойно, чтобы и он научился, и я научился. Это как бы польза была для обоих. Я спарринги не воспринимаю как драку или что-то. Для меня спарринг это как бы просто тренировочный день, учеба. Я учусь, тренируюсь. Если меня кто-то повалил или там попал, это ничего страшного, в этом такого нету. Это наоборот хорошо. Но в Таиланде же был случай, я помню, когда ты с кем-то спарринговался, вы даже скинули перчатки, там круг сделали. Ну, я, 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 ну, как бы я, получается, спровоцировал этот драк, но я ее не хотел, я просто кинул удар. Интересно, что ты спровоцировал, но я не хотел. Я просто, знаете, иногда кидаю удары и не жду, что он прям зайдет вот так. Понял, кидаю, кидаю, мне же надо это отработать, попробовать, да. Иногда пробуешь, залетает, 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 типа человек, ну... Естественно, он тоже хочет ответить. Ты его выводишь из себя, как бы этим самым, ему тоже кажется, как будто ты на нему издеваешься или что такие удары кидаешь. У него заклинило, он на меня, как танк, пара успевает. Что же его останавливать, короче, говорят. И где-то надо тушить свет, как говорится. Ну, он успокоился, я ему вот повезло. У меня начало было, так, последний спарринг перед боем. Я понимаю, что это мой последний спарринг, крайний. У меня через неделю бой, у меня лететь в Китай лететь. А я вот нахожусь в Таиланде. И с тяжем становлюсь, тогда весил 83-84 килограмма. И с тяжем, а у нас так по кругу менялось все, как бы. И раз вот на оно попал, я там им раз-раз-раз-раз кинул что-то, там залетел. И он вот как пара узнал на меня идти. И все, вот на этом у нас пошло. Нас разняли. Потом я скидываю перчатки в винтах. Иду, идем сюда, там, этот, кто нас держит. Я понимаю, что мне надо сейчас и побить, и злость на него. И с другой стороны, я понимаю, что у меня бой. Я сейчас не могу на него, короче, там рубиться, начать хлам с ним. Я что-то вот так отбежал, разбежался, туда-сюда, подергал, подергал, а то все. И разбежался, двойное колено кинул. И вот его она успокоила, короче. Да, двойное колено кого хочешь успокоить. Мы сейчас, Шара, расскажи, мы где вообще сейчас? Мы сейчас находимся в горном селении Цури. У нас по программе первый день сборов, прогулка. Пойдем на водопад, раз вы тоже посмотрите. Я тоже ностальгию поймаю. Часто бываешь этих местах? В последнее время, честно говоря, уже года четыре не было. А так, сюда раньше мы часто приезжали, сами сбор проводили тут. Но мне очень нравится здесь, в Сакогорье, пробежки. Прогулку сделаем. И самое главное, нас ждет в Гуниби, в самом сердце Дагестяна. Главный судебный пристав района, пожалуйста. Меня всегда удивлял тот факт, что почему, ну я понимаю климат там, наверное, и так далее. Я про Таиланд сейчас говорю. Почему многие ездят туда проводить сборы? Ну там есть, на самом деле, проблема, это в том, что там инфекции гуляют. Плохо зал моют. Да, стафилокоп. И во всех залах эта проблема присутствует. Гигиена очень важна в Саиланде, там, какую-нибудь заразу поймаешь. Ты уже не такой уносливый, не такой сильный в бою. Я часто вот стафилокоп ловил и дрался с этим стафилокопом, пятираундовые бои на стадионе, на боясах. Очень сложно, на самом деле. Вот такое ощущение, что иногда себя вот так надо заводить внутри бон. Потому что такая лень тебя внутри бывает. Прикинь, драться. Еще много отвлекаешь моментов в США, там, сильно много. Манго шейки, вот эти морепродукты, да? И поймешь, что за морепродукты тут. Что за химинога? Что за креветочка идет здесь? И креветка ли она, понимаешь? А, в таком плане, ну, это есть. Ну, там, вот мне что, Таиланд, я первый раз, когда в Таиланд попал вообще. Я после боя должен был отдыхать, там, недели две максимум. Восстанавливаться, там, обычно так бойцы делают. У меня там это не получалось. Я думаю, что я вот так проходил, дома один остаюсь, все в зал идут. Я один, блядь, что мне делать, блядь. Надо тоже, блядь, дать, да тоже в зал пойду уже. Если не тренироваться, реально скучно может там стать. Но если ты тренируешься, у тебя цель есть. Ну, скучно, я думаю, не будет. Под водопад встанешь, ты просто оттуда выйдешь. Любой холод, любой холод теплом покажется. Чародинский район, Цуриб весь. Он очень богат спортсменами, именно олимпийскими чемпионами по вольной борьбе. Такое количество олимпийских чемпионов ни у кого нет в мире. Назови, ну, несколько, чтобы зрители поняли, о каком речь. Абдурашин Садлаев, наверное, всем известно. Отсюда, да? Да. Те же, кто в ООО вместе борются, с ним же могут на Олимпиаде на пятисталях все же. Боксер. Те же Чародинцы. Реально? Вот же, наверное, летят. На чемпионате мира, на Олимпийских играх. С Сиудом? С Сиудом, да. Да, Чародинова точно не знаю откуда. Ну, вот весь пятистал у него тогда Шарип, Шарипов был. Магуч еще. Они вот весь пятистал заняли, все Чародинцы, 97 километров. А население сколько здесь? Да, не знаю, небольшое население. 1050 будет? Даже, может, не будет еще. Да? Представляешь, ну, такой маленький кусок земли, сколько у спортсменов еще. После того боя UFC, тебе какое-то поменялось отношение именно вот, когда ты приезжаешь в свои родные края. Честно, особо не заметил. Раньше тоже ко мне всегда так же относились тепло. Приветствовали, фоткались. Хорошо всегда. Ну, внимание всегда чувствовал я. Ага. И до боя тоже. Но я не могу оценить масштабы. Как это? А ты сам вот как считаешь? За счет чего к себе есть внимание? Я думаю, больше иностранной аудитории подключилась. Арабская именно. Английская. Ну, ты же говорил. Американская. Индия. Индия, да. Америка, Индия. Кто мог подумать, да, что парниша с Гуниба? Я могу быть там известен, да? Да. Слушай, ну, надо работать на эту аудиторию, тебе не кажется, если ты известен, ну, словно, Индии? Ну, да. Ты правильно говоришь, я об этом сильно задумывался. Но я понимаю, что сейчас мои достижения, мои победы в спорте, это первый очеред, важность. А второе, это уже как-то как во благо, как-то чему-то народу, какой-то пример подать, там, спортивный, там, здоровый образ жизни и так далее. Слушай, после последнего твоего боя включились эксперты ММА и начали тебе советовать на досрочную борьбу, борьбу, борьбу. Как этот пацан из Дагестана? Это Дана сам же говорил, да. Блин, она просто везде. Не просто меня, мне же друзья говорят, эй, я представляю, как ты, но меня, говорит, уже, понял, достали. И все это друзья, говорит, меня уже достали просто, а то, что ты мой друг, меня это все говорят. Для чего люди так хотят, чтобы я боролся? Вот это я не могу. А наоборот же, да, прекрасно так наблюдать в стойке. Они же говорят, что, как бы, переживают за тебя, раз, чтобы ты улучшился, как боец, два. Она необходима, что ММА, ММА же это не стойка. Вот иногда меня партер переводят, у меня такое ощущение, что не мне больно, а всем остальным больно. Не, ну мы были в Абу-Даби, я вот так, вот так каждый раз, когда тебе, ой, опять повалили, ой, вот так, как будто фильм ужасов я смотрел, вот так. Но когда вот это вот, просто голову отсюда, снизу, локтями, ну такой, ну, в целом он, наверное, тот пожалел, кто перевел. Просто мне надо кого-нибудь на суффлек сбросить, даже, я тебе говорю, как это клеймо снять, вот это. Ну ты любишь бороться сам, ты вот сейчас тренируешь этот аспект? Бороться, я люблю бороться. Просто, ну, если субтитры реально увидят от меня борьбу, она будет очень скучной. Потому что я могу очень скучно просто доминировать в борьбе, да. Но я думаю, это надо показать. Ну они, наверное, экшен хотят, я же им экшен. Покажи, покажи скучность. Если я бороться начну, у меня время бить не будет человека, понимаешь, и они не видят ударов. Слушай, еще слышал такую историю, я не знаю, правда или нет, что ты пошел в зал Абдулманапа очень давно, двери были закрыты. А ты после этого пошел в зал Магомед Алиева, да? Да, может, я на две минуты опоздал, может, из-за этого был закрыт зал, может, из-за таких правил, они сразу как ноль-ноль закрывают, да. Почему-то я не достучался, ничего, а пришел с желанием поспарринговаться, получается. И вот рядом прям зал стоит, рядом, вижу шум там тоже идет. Теперь захожу, я ему говорю, спарринги, так пришел, нет, у вас нет спаррингов. Он говорит, сегодня у нас нет спаррингов, говорит, Расул Игит, ну я тебе, говорит, сделаю спарринги. Все, я зашел, переоделся, у меня спарринги там устроилось, все четко, мне понравилось. Ну, ты знаешь, ты из чужого зала, когда приходишь, тебя убить хотят, понял? Да, я это каждый раз, у меня в музыке заново было. Постоянно захожу в зал и всегда убивать хотят, не понимали, с чем это связано. А ты в этот момент просто такое лицо делаешь, понял, как будто. Вот какое примерно, смотри на. Тебя хотят убить, какое это лицо делаешь? Мне как-то, что, ну, забитая, понял, как будто я вот сейчас... Максимально занизить ожидания, дай его, чтобы он не ожидал вообще. Это уже давка идет психологически. Ты внешне другой, а внутри тебя бурлит там течение, понял, разные такие. Слушай, а не бывало у тебя желания, так как вы практически, не знаю, очень все рядом находитесь, я имею в виду про бойцов UFC из Дагестана, которые выступают, там с тем же Исламом Махачевым провести спарринг, набраться опыта, что-то друг другу как-то помочь. Не пробовал ты? Ну, если Славом нет, а так я ребятами со всеми хожу, спаррингуюсь. То, что мы должны быть полезны друг другу, потому что и смотришь, допустим, мой какой соперник, у него какой соперник. Если чуть-чуть есть сходство, мы там можем поработать. Спарринг – это реально помощь друг другу. Ты приходишь с людьми, некоторые бывают, что-то хотят показать, что-то тебе не... И в итоге он и тебе не дает ничего сделать, понял? И сам не делает, такие бывают люди, но с таким не стоит спарринговаться. Надо, чтобы и ты сделал, и ему тоже дать что-то сделать, ничего страшного, ты тоже на защите поработаешь, чуть-чуть защиты, он тоже чем-то кинет. Слушай, вот многие бойцы всегда говорят о своем сложном пути, как им сложно было вот именно эту карьеру начинать, поддерживать ее. Ты можешь назвать вот именно свой путь тоже очень сложным? Я думаю, этот путь тернистый и сделал меня тем, кем я являюсь, я так думаю. Потому что если остановился бы где-то я там, я бы не обрел вот те навыки, знания, мудрость какую-то, которые сейчас он обладает. Пройдя это все, ты каждый раз где-то на какие-то грабли наступаешь, учишься, учишься, учишься. И где-то твое моральное состояние физическое, оно какое-то на одном уровне становится. Молодости больше так. У тебя опыта нет, но возможности большие твоего тела, а опыта нет и ошибаешься много. Ну прощать ты умеешь. Прощать, наверное, думаю, да. Да? Я думаю, да. А чего бы ты не просил своему другу? Предательство, наверное, какого-то, не знаю. Тамбик, это нормально? Я прекрасно. У тебя слезы радости. Это... Слезы счастья. Слезы счастья. Счастья. Что я не могу. Наглядеться, насладиться. Вдовольный, пойти высотой. Когда отдышка, это, говорят, тебе очень сильно комфортно в этом месте, я слышу. А долго идти, гибрид, нет? Ну, дошли, мы все уже. Смотри, как красиво было. Смотри, как красиво. Смотри, как красиво. Смотри, как красиво. Ситуацию, помнишь, ты с Анкалаем Уокера? На турнире? Да, да, на этом. Ты видел вообще этот бой? Знаешь, как получилось? Я вообще на арену. У меня чуть проблема была на арену зайти после своего боя. А, ты уже не пускаешь, и сам в отель, да, отправляешь? Ты проблему создал всем, кто рядом со мной сидел. Он просто рядом сел, все встали и начали фоткаться. Братья, пожалуйста. С кайфом. Короче, у меня билета самого не было. Я кое-как зашел. И когда заходил на арену, уже вижу с колена вот этот удар. И зашел когда уже. И Джонни начал уже вокруг клетки бегать, возмущаться. Я, по сути, только на экране успел увидеть, что колено запущено удар было. А то, что там было, я не знал. А потом уже в отеле мне рассказали, что он там начал говорить. Насчет пустыни там. Не, по сути, он по факту. По факту он правильно ответил на вопрос. Где именно, если он дополнительно спросил уже в пустыне, где именно? Да. Он это не спросил сразу. Он просто, знаете, подходит, доктор видит. По зеленым забором. Он говорит, что в пустыне. Он думает, что он шумит, походу, и уходит. Надо снимать его. Он не понимает, что он до этого шумел так всегда. Рекинь. Ты там заканчивай? Да. Не перекинь. Он иногда что только может вытворить. Такая хаховая. Блин, лучше вот когда в гору тренировался. Вот это же был момент, когда... Он на тронках вытворяет иногда что-нибудь. А стенку можешь разбежаться, прыгнуть в голову, удариться в пальцы. Уникальный прыг. Теперь на бой выходит. Ну, после боя ты не видел. Один раз вот так что-то делал, радовался так сильно. Да, да, да. Он же тебе повредил. Ключицу сломал, да? После победы. Перечет сломал, он все. Ну, веселый парень. Ты не можешь вспомнить, что в момент сильной радости в ММА? После какой победы ты прям вот не смог совладеть своими эмоциями? Блин, все победы так, честно говоря. Не, у тебя нет такого прям яркого эмоционального? Ты думал про правду? Вот здесь и вот это вот. Не, я помню вот этот прайди бой. Вот он встал, да? Прайди. Все нормально, что ли? Что, выиграл, что ли? Не, реально, если появится в боях. Блин, как это же? Вот реально, если ты первый боец будешь, то будет использовать празднование после этого боя. Ты меня видел, где закапывают гроб? Да, да. Вот это интересно, где гроб закапывает. Хотя Адесане тоже классно, помнишь, со стрелами? Адесане, да, со стрелами. Со стрелами четкая тема была, Адесане. Он же ответил, по-моему. Сыну? Да, на сына напал. А что, пускай учится, жизнь сморяди. Ну, там знаешь, какая должна быть? Просто победа одна, а если ты еще, ну, правильно, как на врага смотришь на своего соперника, реально на него зло, зло. Эмоциональная, короче, такая. Вот это вот там, конечно, можешь переполнять радость. Он же явный? Ты уже у тебя уже… Твоя вроде бы и радость, и злость одновременно. Ты и злой, и рад, и одновременно, вот знаешь, хочется крикнуть «Дааааааааааа», я хайву. Конечно, они начали принимать в адреналин. После этого боя не буду спрашивать сколько. Ну, если хочешь, сам ответить. Сколько ты заработал? Ну, это сам … все гонорады? Да. Да? В Копу ММА не просто зарабатывал? Ну, в этих... Нет? Да они там как на рынке торговались со мной базарные бабки. Мне казалось, что ты наоборот самый высокооплачиваемый боец был. Ну, они я высокооплачиваем был, да, но они торговались со мной вообще там. А у тебя не было менеджера, кто мог бы эти идеологии вести? Это хорошо, что было, а так, если не было, я бы вообще нервничал. Я не люблю, когда со мной такие вещи, там, Тарлович, там, как это, детский сад устроил. Менеджер ты можешь как-то правильно, там, со своей профессиональной точки зрения углядеть, как нужно поставить разговор, как... И хочу к концу чему-то прийти. А у меня, как бы, я это уже слышал, мне уже не хочется с ним разговаривать, да, иди дальше. Не хочется, понял, там дальше вести какие-то... Да, хочется развивать. Да, да. А менеджер можешь какой-то найти, да, середину какую-то там. Ты говорил как-то в интервью, Шара, что не хотел бы быть как Хабиб в плане популярности. Вот ты сейчас осоздаёшь, что ты уже на подступах к этой истории, наоборот? Да, я уже понимаю, что отступать некуда. И нужно держать оборону. Иногда я понимаю, иногда забываю, что я вообще популярный, говорится. Иногда я забываю. Надо помнить и понимать, что ответственность у тебя есть перед... Ну, это же ещё... Это всё часть игры, условно. Вот, допустим, ты до этого же не выступал в зале больше, чем вот UFC. И на тебя это не давило внимание? Я выступал на аренах, там были четырёх-пяти тысяч на аренах, а там было двадцать, да? Тридцать, по-моему, даже, что-то такое. Да, допустим, тридцать тысяч и пять тысяч. Ты, вот, в клетке находясь, это не почувствуешь, потому что ты не можешь посчитать здесь сколько, тридцать тысяч и пять тысяч. Для тебя это может показаться, ну, примерно одинаково. Ты иногда начнёшь задумываться, что на тебя столько людей смотрят, тебе может захочется что-то яркое вытворить, понял? А так ты дерёшь, дёшь, потом вспоминаешь, и на меня столько людей называют, что им честно напороть. Когда ты заходишь на бой, когда тебе нечего терять, когда ты сжигаешь корабли за спиной твоей, и понимаешь, что вот впереди вот остается только на абордаж его взять, и по-другому никак. Вот тогда у тебя просыпаются все инстинкты хищника. Ты ищешь любой путь, как ликвидировать своего соперника и как можно быстрее. Кстати, вот, ну сколько, по крайней мере, не так, наверное, много турниров посетил, но сколько мы были, мы всегда пораньше приходили. На прилимах не было так много людей раньше. Вот как пришли на тебя болеть и сами там местные арабы, и все наши там, кто приехал там поддерживать. Ну, мне нравится, что мои фанаты, они на самом деле особенные, кто именно за меня болеет. Очень искренние фанаты, и туда, в Тубай, в Абу-Даби прилетели поддержать. И первым прийти, сесть, там, усесться на своих местах, раньше всех прийти. Это не каждому там давно даже. У моих друзей не у всех получилось прийти там с первого раунда. Кто-то на второй успел зайти, кто-то на первую, так на суете, короче, получилось все. Свой менеджер тоже. Я говорю, ну, мои фанаты не успеют даже усесться, говорю. Ну, пришлось за это три раунда драться с целью, но в итоге в конце не успел закончить бой. И 6 секунд есть, я думаю, я бы его закончил. Учитывая, что там не так много людей было, слышно, что кричат из зала? Вот обычно люди подсказывают, такое, типа, вот щас, вот щас бей ногой. Это слышно в октагоне? Или ты настолько сконцентрирован? Ногой связано, это вообще там целая хохма у меня была. Короче, я вышел, у меня соперник левша. Я правую ногу, ну, готовил под него. Это последний бой. Да, да. И я, получается, ее сразу не бью, так щупаю там ноги, ноги, корпус. И думаю, ну, самый неожиданный момент, ударю я ему эту голову, эту малышу. И что-то я ему дах, 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 дах. И у него что-то в пах попал, он в пах подержал. И между пол раунда прошло где-то. И я уже думал, вот сейчас уже пора ее кидать. И с его судья что-то связал. Он так у клетки оперся. И в моем углу он стоит. У клетки, понял? А я в его углу стою. Пока его судья восстанавливает. Там момент такой был. И теперь мне гора оттуда кричит. Хай-кик, понял? А он здесь. А он прямо перед гором стоит. Я на горы смотрю, думаю, блин, хай-кик, это же английское слово, блядь. Я думаю, это же английское слово. Покажи другое слово. Нога там правая в голову. И теперь на него не смотрю. И теперь смотрю. Мой друг тоже Махач в голову стоит. И теперь он вообще, понял? Он теперь не хай-кик, ничего не кричит. Просто на ногу вот так показывает рукой. И он говорит, переводи голову вот так, понял? Ногу показывает и в голову. Я теперь на него смотрю и на своего соперника смотрю. А мой соперник в этот момент, знаете, что делает? Вот так клетку держит и смотрит на Махача. Надо. А моего друга. И он видит, как тот ему показывает, бей ногой, как он мне показывает. Все планы разрушили. Я думаю, как теперь этой ногой бить, блядь. Ты там с вертушки или как? С колена, с колена там залетал. Да, да, да. С колена так неудачно залетел, блин. Когда ты кидаешь двойное колено, надо правым выстреливать. Ага. А я взял Сильвишо и в левом выстрелил. Неправильно сделал. И вот эта ошибка получается. Он вот сюда, он, короче, уклон в эту сторону делал. Если я правым коленом бил бы, я прямо ему в голову попадал. Мне обильно было, когда UFC не засчитали рейтинг. Просто посчитали, как выставочные матчи по ПММА. Да, и боюсь потом. Нет, это не UFC проблема, это не UFC была сама. Это ширдог, да? Это ширдог нам отил. Получается, я, короче, в Typology... Когда мне в UFC подписали, у меня было 17-0 официально. Потом пару месяцев проходит. Их ширдога убирают в экшибишен. Вот, как ты говоришь, как это? Выставочные. Выставочные бои. Потом в Typology через какое-то время тоже убирают как выставочные. И, получается, мой рекорд сократился. И пять боев убрали у меня. И, получается, у меня там 12 или 11. 12-0 что-то. Если вспомнить, все организации, которые выступали именно ПММА. Которая тебе самая такая запомнилась и за кем ты следишь сейчас. Есть кто-нибудь? Организация именно? Ну, надо вспомнить. Наверное, RCC, да? Ну, это не поповано. Ты подожди, я извиня, ты на хардкоре дрался? Нет. Это наше дело, да, получается? Наше дело. На нашем деле я чемпион был. Я хотел прийти хардкор поезд забрать, но они мне там, ну... А, типа надо несколько боев, типа, налогить? Да, блин, я не знаю, несколько боев. Это для тебя коммерческая тема? Просто заработать? Нет, я хотел поезд, честно говоря, собрать. Заработать тоже хотелось, чтобы семья, да, конечно, достатки была дома. А так, если посмотреть, там, в нашем деле, как я путь начинал и как в жизни ситуация. Там только карантин закончился, денег не было, тяжелые моменты в жизни были. Бывало, я гонорар выходил в нашем деле, там, первый большой бесплатно вышел, второй вышел, там, 30+. Бесплатно подрался? Да, первые бои бесплатно. Да, мне уже где-то хотелось, я там зал у себя построил, и мне нужно было где-то себя продемонстрировать, там, что я не зря где-то отменялся, да, столько времени не зря отменялся. Вышел там, победил уже бесплатно, вот так. Второй бой уже дали деньги, третий, я уже, так получалось, что я заранее брал деньги, как бы, авансом. Да, да. А после боя уже ничего, мне говорят, ты уже все, ты уже все, ты уже все, понял? Ты еще должен даже, говорили, вот так. И вот так проходило, да, что делать. Потом дело вступило уже в Fight Nights. Да. Теперь в Fight Nights наше дело вот так, короче, бои вместе с себя, два боя проводил, чтобы моей семье хватало денег, да. Ну и при этом надо семью кормить, еще на подготовку деньги иметь. Поэтому проходило два боя делать. Потому что я узнал, что ты открыл свой первый зал в Казахстане. Да. И зал именно именной. Почему именно в Казахстане, а не в Дагестане тот первый зал? Ну почему вот там друг у меня в Казахстане, даулет, он давно занимается уже с такой, самый титулованный тайский боксер в Казахстане. Он выступал уже со времен там маги-пропеллера, кобры-маги. И у него желание по его зал открыть. И у него, я видел, идея реально горит уже. И с точки бизнеса он правильно подходит, он уже не как спортсмена это смотрит, а как бизнесмен. И вот так решили объединение сделать. И общими усилиями там спортзал открыть. И тем более видя, как именно казахский народ горит желанием тренироваться, достигать успехов в жизни, в спорте. Возвысить свою нацию, свой народ. И желание пахать у них есть, какой бы зал там ни был. Убитый, новый, там. Ну имеется в таких маленьких залов, я видел пример, да, как бойцы серьезного уровня выходят. Ну у тебя процент от этого зала. 20. 20 процентов получается. На открытии зала я видел Артем Резенков. Видел его последний бой с багом? Да. И как тебе? Можешь сказать, что ты был удивлен или ты предвидел это примерно, что будет такой исход? Ну, честно, багом очень выносливый был в этом бою. Вот это удивило, что его носливо реально вышло на уровень. И он не забивается, как Резенков. Резенков, допустим, как паровоз пер, да, но в какой-то момент уже забилось тело. Багом был гибкий, ну выносливый. Я давно такого бага уже не видел. Он очень напоминает. Да. Что тебе, мальчик, нравится? Куда ездить? Где проводить свободное время? Честно, с этой популярностью сложнее уже стало. Уже достаю, да? Проводить время, да. Так стараюсь в своем кругу. А то одному сложно здесь оставаться. Мне кажется, в целом так особо не меняется. Все равно ты зал, дом, да, наверное? Да, да. Особо все равно привычный. Те же самые лица вижу я вот постоянно, да. Я к ним привык, они ко мне привыкли. Я на тронки хожу. Максимум, если там с машиной какая-то беда, там на такси. Каждый раз новые таксисты, новые историки. А так выходить в город, кого-то видеть постоянно. Но не получается. Сил не остается. Да, тренировки, дом. Утром, вечером надо успеть между тронками восстановиться. Потому что я не такой молодой, как раньше. Раньше молодой, когда был, я просто вот так домой заходил, выкидывал одни вещи, мокрестайл, другие вещи. Все, в путь обратно. А сейчас уже взрослые, тебе надо уже часик отдохнуть, полежать, постановиться, силами собраться и дальше пойти. Как считаешь, все химичатся? Нет, нет. В этом бою кто-то был на химичи? В СССР, ты говоришь? Да. А в районе тоже вопрос, да. Они в хлам были просто все зашпитные, да. Вообще все в хлам за химичные. Ты химичился, когда в России дрался? Да. Как ты выводил этот, сложный процесс, выводить химию? Ну, знаешь как? Я просто не знаю все знания химии там и так далее, все подводные камни. Я там делал кое-какие вещи для массы. Я помню, когда вот на нашем деле дрался, я для массы, чтобы массу набрать делал. Я не знаю, это химия, не химия. Потом генодромонад, тоже она вошла как бы запрещенный препарат. Такие препараты были, да, которые я даже не знал, они входят, не входят. Я до сих пор не знаю, что запрещено, что не запрещено. Я тут просто тупо ничего не понимаю. Кстати, вот ты первый поезд, у кого я вот спросил, ты химичился? Он ответил, да. Все уходят от вопроса. Мне надо было это говорить. Ну, оно-то было и прошло. Кто из нас не химичился? Мне просто, знаешь, каждый по-разному на это смотрит. Я вот, допустим, понимаю, что мне химия ничего не дала в плане моих возможностей над соперником. Если вот взять... В арбе мощь помогает химии, да, физически, когда ты... Ну, иногда, если смотришь уже за грани разума, они там начинают, видимо. Их прет, да, просто. Все предлагали там, да? В ECA, да. Почему не получилось? Ну, как-то мне предлагал Асламик Бадаев проверить себя в ECA. Ага. Ну, это почти одно и то, и что? Ну, я решил в ECA себя проверить. А это был момент, когда ты переходил? Не, знаешь, какой момент там тонкий? Вот что бы ты ни делал, какой бы ты поезд не выиграл, каким бы чемпионом не стал, тебе там скажут, а, у тебя там другая организация, или в ECA это не прошло бы, да? Потом ты идешь в ECA выигрываешь это все, чтобы тем людям вот ты закрыт. Сказать, вот ECA сейчас увидит, что будет, да? Собираешься этот поезд, и они тебе говорят, да что этот ECA, там ECA, ты пошел бы, вон там посмотрели бы кто-то на самом деле, да? И получается, ты вот... Тем не докажешь. Кто-то, куда бы ты ни гнался, понял, они тебе на ECA укажут. Из-за этого, я думаю, лучше мне это все оставить, и ECA пойти и там достичь чего-то, чего-то доказать, что ты можешь. Какая самая крутая организация по ММА в России, как ты считаешь? Самая крутая в каком плане? Давай в спортивной части, подбора бойцов, ротации бойцов в принципе. RCC. RCC? Да. RCC реально я увидел, что они дают реально конкурентные бои. Ну, допустим, милитарно, они когда мне давали Мартынова или Рогозина, да? Рогозин, какой ваш, верно? Да. Я вот, допустим, думал, какая им выгода для этого, да? Ага. Ради шоу, показать конкурентным, меня так увидел. Потому что... Тебе не казалось, что они хотели просто своего бойца сделать так, чтобы их боец... Выиграл меня. Выиграл меня. Соответственно, забрал Хайм. Ну, когда они... Я-то понимаю это, думал, что он должен выиграть меня. Ну, у меня... Как? Как он должен меня выиграть? Вот этот вопрос часто я задаю себе, когда на турнире идут. Мне казалось, может я ошибаюсь, Рогозин как будто всю дистанцию специально проводил. То есть какой-то... Не, знаешь, мне казалось, что я не готов к этому бою. Я же за две недели на замену вышел. А я готовился вообще к бою по кикбоксингу. Камил Гаджиев должен был на кикбоксинг-бой организовать. Я кикбоксингу готовился. Да, нет, нет, с друзьями просто боролся, да, чтобы... Хорошо хоть это было, да. И за две недели вот так назначили. Я быстро раз-раз-раз переключил своего мышечника. Кикбоксером должен был вроде стать. И вот поехал туда. Ну, мне, знаешь, какая была вот психологическая, ментальная. Я хорошо был тогда готов. То, что я не боялся проиграть абсолютно. Абсолютно. И знал, на что я иду, на что за риски. Я просто узнал потом, как Рогозин готовился. Допустим, даже узнаю там в каждом кемпе там бывает... Свои люди. Свои люди, да. Я видел, что у него подготовка абсолютно вот бывает. Можно половину тренировок его просто списать, убрать, что у него в заряде его просто. Джо Роган. Вообще Джо Роган очень часто обсуждает тебя там. Видели этого парня из России? Этого парня сумасшедшего. Ну, а там с дефектами с глазом не пустили бы. И там Джо Роган заступается и говорит, вот типа в ММА в этом и плюс. Что типа это вообще не проблема. Ну, и в целом это, наверное, и так видно. Насколько это сильно мешает? Насколько сильно, уже, наверное, я не думаю об этом. Я думаю, что мешает или не мешает. Ну, смешно иногда бывает, что бойцы со мной выходят и первое, что они делают, кидают лево боковую. А-а-а. Представляете? Пытается, да, такой залететь. Я где-то видел, может я ошибаюсь, что Влад Ковалев сказал, что у него цель добраться до ЕС и с тобой там бой провести. Как ты отреагировал? Блох, говорят, солдат, который не хочет стать генералом. Я считаю, что в поп-ММА я король. Да. А он просто придворный. Угу. Ну, можешь сказать, что боец из поп-ММА залетел в ЕС? Тебя это не раздражает, когда так говорят? Да? Да. Был он же вот, понял? Поп-ММА я в ЕС залету и все там. Вот сейчас он там, у него не получится, он там есть поп-ММА там. И все в таком роде, короче. И я, получается, знамя поп-ММА, этот флаг, короче, знамя взял, оттащил и поставил в центр клетки ЕС и показал, что… Ну, ну, круто, что ты это говоришь, что-то сам. Оказалось, что это все возможно, это все у людей за проблему в голове их не живет. Если они в кого-то не верят, значит, они себя не верят, потому что они сами понимают, что они сами такого никогда не смогут, значит, другой тоже не сможет. У них так мыслено они. Но они не понимают, что человек… Все возможно в этой жизни. Просто Всевышний, если ему дорогу откроют, и все, никто не сможет ему помешать. Как ты думаешь, кто после себя снова ворвется в UFC из Попа-ММА? Много ребят, не знаю, кто из них сейчас. Давай троих отметим. Если человек в Попа-ММА имеет уже большое имя, он получает хороший гонорар, не факт, что ему предложат такой гонорар, как у меня в UFC, и не факт, что его возьмут на научную условию, ему придется себе в минус пойти. Я не знаю, кто такой человек готов в минус своего кармана зайти в UFC. Мы даже понимаем, что мы обещаем на будущее. Просто этот человек должен реально иметь потенциал в дальнейшем чего-то достигнуть, а не просто вот пару вспышек и все на этом. Видел выставочную схватку Маги Исми против Копылова? Да. Вот так нарезок я гонил, полностью не видел. Ты как-то предлагал вроде, чтобы тебе провели схватку с Минеевой? Да, да, говорил. Тебе было бы интересно вот даже в ICB и БЖЖ выступить по грепплингу с Минеевой сейчас? Да, вообще проблем нету. Ход по шахматам. Да? Ну и ты думаешь, что ты справишься с ним? Я? Да. Я не думаю. Я знаю. Вроде ты и по ММА с ним хотел подраться, да? Не было? У нас же были контракты подписаны. Все было подписано. Все, вот надо было выйти просто в клетку. Была определенная дата. У меня есть возможность выступать по борьбе, по ударным дисциплинам уже не получится. У меня контракты все эксклюзивные. Поэтому в борьбе вообще проблем нет. Ход. Ход Хаджимрад Гацалова. А получается вообще план держать всегда в голове? Вот геймплан твой на бой? Или как пойдет? Иногда вот бывает выбит тебя может из геймплана. Иногда, ну это же опыт тоже. Первые мои соревнования, когда я дрался, я вообще на тренках технично очень был, там Рой Джонс, да, выходил на бой как бык, дрался как Тайсон. И мне говорили, ты вообще ничего не то делаешь, не твой стиль. Это потому что я голову терял, план забывал. И в третьем раунде, а когда уже просыпался, вот реально со своей головой. Без эмоций, короче. Просто выиграть надо, да, как-то. И ты знаешь, как можно выиграть уже. А у тебя уже сил просто уже не осталось на это. Понимаешь, ты силы уже отдал, а голову когда включилась, сил уже нет, это все сделает. Все опыт там приходит, что ты в голове уже выходишь с холодным разумом, с холодным сердцем, горячим сердцем, холодной головой, короче, как говорится. Слушай, почему так много кофейн здесь, брат? Везде кофе, кофе. И качественные кофейни. Очень вкусный кофе. Вот кофе, я не знаю, в чем отличие. Качественного от некачественного вкусного, невкусного, я вообще не понимаю. Просто в разных местах попробовать. Нет, я в Таиланде пробовал, там есть один Борис, это очень хороший. Вот реально вкусный бывает у него кофе. Там привкус интересный. А тут я обычно кофе пью просто, чтобы бодриться, он невкусный бывает. Лицо корчишь, ходишь, но он зато бодрит. Дамы и господа. Брат, я честно скажу, но только диски поменять все будет нормально как будто. Да, да. Да, да, да. Покажи, пожалуйста. Это не битый, не крах. Я тебе, я первый владелец, брат. Две тысячи, ты? Запирай, да? Ай, тебе, брат. Скидка, брат. Валик, взял. Конечно. Конечно. Вот он. За эту машину что-то знаешь-то? Ты не курил мне, ничего не делал, не поршил? Вот эту оригинальную фару кто забрал, брат? Не хочу людям это показать. Что с ней сделали? Она просто стоит. Она должна была в салон Тиффани быть там. А давай так. В нее что превратили просто? Там вроде кто-то спит, мне кажется, брат. Ну она бронированная, понял? Вот так бьешь вроде бы, да? Если кто-то есть, кто готов заняться восстановлением этой машины? Да, Шара, может кто-то захочет ее полностью изменить? Мне кажется, экзибит лучшая версия, можно придумать свою версию экзибита. Какой-нибудь логер, может, серьезного уровня возьмется за ней. Реально. Вот ногой ударь, Саш, но все бронь. Ударь ногой сама. Все бронь. А сяди чуть-чуть привычно, хотя бы. Вот здесь, это лонг, брат. Пять и шесть мотор, чтоб ты понимаешь. Как сон-то выдержит? Рамок просто, посмотрите. Блин, базары. Я думаю, ты хуже шейха любого, что выскочил. Не знаю, мне кажется... Ладно, тут дети просто стоят. Слушай, вот это прикольное. Здесь покажи, скажи, что выходит. Хейтери покушения делают. Ну я сомневаюсь, что она куда-то спряталась. Тебе она спряталась, брат? Тебе она обхудит. Ее ставишь тут, ее обратно забирают. Ты ее с собой домой забираешь, да? Ее обхудишься. Здесь надо с собой там. Чуваки, сейчас мы посмотрим, что же под капотом. Тут опять исчез мотор. Слушай, если проводку через катализатор поменять, там уже все нормально будет. В принципе, вина собирается. Я из-за этого не мог жену отвезти. Ты ее всегда просил этого мужчину? Я ее все прощал, прикинь. Вот такая лобоуха здесь, молодежь разбила, сел в нее. Это Влад А4 напиши. Пожалуйста. Фанаты Влада Махачкале, походу, да? И теперь я ее все, сижу, блин, думаю, что с ней сделали. И лобовое, и самое, что у нее нормально было, это лобовое. Они это разбили его уже. Смотри, там и... Хули. Смотри. Вот это... Вот это... Вот это скалаша, вот это скалаша, вот это скалаша. Это до меня. Вот это... Вот этот стикл до меня был. Блин, оно просто... Как ты стучишь, оно вот в поле. Она цельная, понял? Она цельная. Она... Здесь нету листов. Она цельная заводская броня. Мне вспомнился бой Абуса Магомедова против Шона Стрикланда. Когда Абусу сразу дали топа, и Стрикланд, ну, на самом деле, его как-то уверенно прошел, так скажем. Нету таких у тебя сомнений, может, чтобы почувствовать лучше с бойцами из топ-20 и топ-15, чем сразу к топам залетать? Я вообще не понимаю, почему люди думают, что топы сильнее, чем не топы. Почему? Допустим, может быть, топовый боец, который мне дают, он может быть слабее того, который депутант. Какой-то может быть. Это не факт, что топовый боец сильнее, чем не топовый. Возможно, да, много. Но мы как вот живой пример, если смотрим. Живой пример, я также скажу, что он является топ-5 в UFC рейтинге, да? Мне... Стриклан? Нет, этот... Ветерик. Мне абсолютно ничего не говорит. Я когда буду его бить, мои кулаки, мои локти, мои голени не будут спрашивать, в каком он в рейтинге находится. Они будут свое дело просто делать и все. А так думают, что вот он в рейтинге, а тут не в рейтинге, давай сперва не в рейтинге. Да ты не в рейтинге дерешься, брат. Ты хоть, когда с рейтингом дерешься, ты хоть риск берешь и знаешь, что он толстой. А тут риск, ну, может, не стоит того, то что такое тоже может. Поэтому надо оценивать свои, я лично свои силы здраво оцениваю. И я знаю, что никакой Ветерик, никакой там другой, таких мне проблем не доставит. Три месяца подготовки, я готов с любым драться. С кем бы тебе больше всех интересно было бы драться в своем месте? Если бы тебе предоставили выбор Шара, позвонит нам Микки, да? Шара, можешь выбрать любого. Не знаю, с кем, с Ветерик. С Ветерик, да. Да, я же Микка уже просил об этом, матчмейкера, и всем звонил. Я Ли, то-то, всем, я говорю, я хочу с ним драться. Ну, как будто Марвину, с точки зрения даже коммерческого плана такого, ему как-то невыгодно с тобой очень драться. А мне кажется, наоборот, почему? Ну, он, мне кажется, ты фаворит, ну вот, я сейчас вот так скажу, мне кажется, ты в этом бою будешь фаворитом, а для него проиграть бойцу не из топ-15 даже в данный момент, для него это катастрофа будет. Да они будут в Ветере такой битый волк, для них вообще ничего катастрофы не будет. Он такие эти проходил войны, там, как обычно были на абордаж. Соберем это итальянское судно. Мне что, мотивирует, мотивирует. И уедем на остров Кома. Именно он в рейтингах в Европе первый стоит. В моем весе вот именно в Европе он первым стоит в рейтинге. А я... Он выше Хамзата даже? Если вы считаете... Да. Хамзат девятый номер рейтинга. А, подожди. А тот пятый. Общий, общеевропейский типа. Общий. А тот первый в общеевропейском. А я был в России, я был первым номером, когда уходил в ЮСИ. Я доказал это. Хочу взять первое место в Европе. Угу. У нас такой шанс есть. Если в мире пока не получается. Хотя бы Европа. А там уж посмотрим. Дальше. Ханты-Мансийский там. Вот мы находимся в моем любимом месте восстановления Крио-Сан. Здесь заведует мой брат Абамалик. Здесь есть Крио-бочка восстановительности процедуры. Который наполнит тебя силой, духом для достижения новых высот. Сейчас мы ее испробуем. Будет очень холодно, конечно. Минус там. Сколько-то вообще. Очень много. Она очень восстанавливает. Регенерирует клетки. Единственное, вот этого не хватает многим спортсменам. Восстановления нет. Мороз очень сильно восстанавливает. Холодные ванны и также Крио-бочка. Мы приехали в Крио-бокс. Ты сейчас после тренировки собираешься восстановиться. Да. Мне надо работать в 3 минуты. Сколько градусов? А в Нумале сколько градусов? Да, 200. Минус 200. Минус 200. Минус 200. Минус 200. Минус 200. Минус 200 градусов. Думаю, Хабиб проверь. А меня такие не пробивают. Минус 200 мало. Нет, нет, брат. Это минус 200, это душ у него обычный какой-то. Слушай, а был случай, когда что-то такое происходило, прям? Здесь? Чрезвычайно, да. Он одного человека заморозил, еще не разморозил. Ха-ха-ха. Он чрезвычайно, что может, и то думаем его разморозить. Думаю, надышится. Да. Борами азота. Сознание может потерять на стуль 10. Кто-то потерял тогда? Ну, кто надышался, начинает уже. Сознание не терять. Надо реагировать с нами. Просто с Рикланд опять возвращаюсь. Я говорю про элемент шоу, который зрители любят. Вот ты, может, видел последние... Ну, вот турниры, где он с Дип Люси... Про Сенференция? Нет, где он с Дип Люси подрался на турнире. А, когда он попросил Бёрнса, жена и ребенок, он говорит, отойдите, пожалуйста. Они отошли, и они зацепились. А я даже сказал, что у него план был откусить им ухо. Да. Ты бы смог бы, в теории, если бы ты сидел на турнире каком-то, и ты понимаешь, что есть активный мир сейчас смотрит на тебя, создать какую-то такую ситуацию, чтобы ты запомнился. Ну, ты сам смог бы создать ее? Сам? Ну, сам, наверное, нет. Потому что, ну, мог бы спровоцировать, если бы он, конечно, на эту провокацию повелся. Может, что-то получился. А так, если я с ним там реально начал драться, то до боя могла и не дойти же. Ну, это все, все же всем нравится, зрителям нравится. Я думаю, и бойцам это. Ну, конечно, это все подогревает абсолютно. Я вот на один бой был, человек. Он 15 минут, нет, он 25 минут с ним за бой дрался. 25 минут. И вот в конце, когда там руку подняли, что-то вот такая ситуация, они там сцепились, там что-то они разняли, короче, они еще раз подрались после боя, ну, в ринге же. Теперь я смотрю в интернете этот бой и вот этот зацеп, прикинь. Блин, там бой, там пару тысяч просмотров, этот зацеп там заснул. Ну, конечно, конечно. Людям... Им вообще бои интересные. Им тоже интересно. Мне кажется, это вот просто захватывает как раз разные аудитории. Есть кто-то, кто кайфует условно с тактики. Как ты ведешь бой, как ты там защищаешься и так далее. А есть кто-то, кто вот пришел именно на вот эту реалити составляющую. Ну, такой, типа, этот что-то тому-то сказал. Так, буду вот за вот этим следить. Оно как будто вот захватывает реально всю аудиторию. Ну, да, всем как бы, милый, не будешь там... Одному понравится твой бой, другому не понравится. Ну, да. Одним людям нравится, допустим, просто вот колбасится. Они колбасятся, бам-бам, просто тупая идет. И некоторым это нравится. Мне, допустим, это нравится. Сосал Назбарр недавно выкладывал пост с Конором, фотку. И там много критики обрушилось, что как так, после всех слов про Дагестан, ты там сфоткался. Но он там ответил, что он извинился за свои слова в сторону Дагестана. Какого у тебя отношения к Конору, если бы друг оказались вместе, ты бы сфоткался быстрее? В плане именно его профессии очень хорошая. Он реально свою работу на 5 с плюсом знает. Он ее делает, да. А в плане человеческих каких-то моментов я не могу судить. Я его лично не знаю, а то, что я там пару боев поставил, через телеэкран что-то увидел. Я не знаю, какого на самом деле им не судить. А если что-то он там высказывался, для чего высказывался. У них там есть, у многих есть такая тема, там раскрутка боя. Для раскрутки там много всего лишнего позволяет. Ну и тем самым он добился этой той самой раскрутки. В конце кто-то это понимает, кто-то не понимает. Иногда, конечно, за грани. И это и делается для раскрутки. А ты будешь осознавать, допустим, ты будешь драться с каким-то бойцом, кто сильно подвешен на язык, любит этот трэш-топ, условно говоря, там возьмем Стрикланд, Ковингтон. И он начнет качать бой, ты будешь осознавать все-таки, что он это делает там, оскорбляя там, условно говоря, и тебя вообще, в принципе, все. Что это делается для раскрутки? Или все же тебя это может вывести в какой-то момент? В первую очередь я всегда, когда же OpenMaker на конференциях сделал, я всегда понимал, вот это то, что здесь происходит, это не мое, это ихнее. Они разговаривают, любят, это у них получается, это ихнее. Когда еще у меня опыта не было в выступлении на конференциях и так далее. Но я понимал, что не для этого мы сюда пришли. Мы пришли, чтобы там в клетке разобраться. И последнее слово будет там у меня в клетке с ним. И тем больше он здесь наговорит, тем больше у меня будет за что его там воспитать. Есть люди или бойцы, кем ты вот восхищаешься там и спортивными качествами, или там хладнокровием его, как он может выдержать это все? Мусаси. Герет Мусаси? Герет Мусаси. Игорь? Да, он вообще всегда очень хладнокровен, очень спокойен, вообще его ничего не волнует. Его тяжело на эмоции вывести. Просто выходит свою работу делать. Просто для него это работа. Сейчас минус 141. Как ищи? Минута прошла. Разговариваешь, да, нормально все. Неохотно разговаривать. Посмотри, какой пара, блин. Аккуратно, аккуратно. Блин, честно говоря. А теперь сюда? Сто семь, минус сто семь. Минус сто семьдесят три. Это почти мой рост в обратную сторону. Минус сто девяносто два. Все, отлично, братцы. Еще две минуты десять секунд. Все. Вот же она. Вот же она. Вот же она. Вот же она. И что, полностью восстанавливаем после тренировок, да, спортсмены? Вообще, по процедурам восстановления, креотерапия считается номер один. Да. Да. У нас многие недооценивают данную процедуру. На Западе, в Америке, в Европе очень активно практикуют все топовые бойцы, футболисты, баскетболисты, хоккеисты. Очень давно уже практикуют. Я видел данный лайт с собой какую-то переносную установку, но он возит. Везде возит причем, где бы он ни был, по всему миру. Почему ты ее с собой не взял? Вот это вот, в аэропорт, очень сложно объяснить, да? Как это, почему он металлургический? Так все просто восстановиться хотели. Ты вообще занимаешься вопросами с визой в США как-то? Я занимался, у меня ситуация такая, меня на один фильм позвали сняться. Лос-Анджелес. Фильм? Да. Что за фильм? Ничего себе. Роль убийцы. Роль убийцы, три дня съемки мне сказали, все оплачивают, все, визу тоже они на себя берут. Как круто. Это что-то, ну, голливудская история или как это? Лос-Анджелес мне сказали, надо приехать, три дня съемки, вот так объяснили все. Я говорю, все, вперед. И вот у меня бой назначили, как я должен уехать в декабре 2021 на визу в Казахстан. И у меня уже бой, честно говоря, соперника тоже такого непростого дали. Я понимал, что надо готовить, сейчас не до фильмов, съемок. И чуть решил поменять фокус, не отвлекаться. Не отвлекаться и не поехал я, короче, на эту визу тоже остался здесь. А бабки предлагали за фильм? Да. Нормальные деньги? Ну, не такие прям большие для меня. Да. Не, ну как опыт. Для опыта мне хватало. Очень круто. На эти деньги можно было, там, три дня точно можно было хорошей. Научи нас каким-то приемам. Да мы обороним. Просто смотри, вот ситуация у нас часто происходит. На улице докапываются постоянно. Если соперник не равен тебе по силе и мощи. Да. Всегда не равен. Я думаю, все-таки лучше знать, где у него печень находится. Печень вот здесь. Вот эта сторона. Да, да. Один удар в печень и никто не вечно. Да, вот наш актер Дмитрий. Просто. Просто вот так берешь его за плечо вот так. Он на нее реагирует. И сюда. Оу. Вот так. Я думаю, этого достаточно. Здравствуйте. 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 Странная ситуация. Вот эта? Нет, ты уже руку вытянул ее. Вот она уже открыта. Ооо. Ты понимаешь салам, как Трамп давать? Как это делать? Трампу вот так. Вот так делают? Ааа. Трамповский салам, да? Да. Понял? Да. И открыта печень. Ооо. Ооо. Саламу алейкум. Ааа. Как дела? Нормально все? Все хорошо? Ааа. Как так получилось, что я не смог тебя делать? Саламу алейкум. Как дела? Нормально? Вот так, да? Получилось? Понял? Дойти на дистанцию надо. Понял? На дистанцию открылась. Вот печень. Вот эта тема началась. Понял? Аааа. Саламу алейкум. Как дела, брат? Все нормально? Удары теперь просто. Какие-то. Хорошая тема вот. На улице. На улице. Вот так стоишь, стоишь. Подожди. Подожди. Воротишка тоже. Вот это, знаешь. Стоишь, стоишь, стоишь. Вот это не вызывает доверия вообще. Стоишь, стоишь. Давай. Хлопок. Хлопок. Как ты считаешь, получилось у тебя это? Да. Не, мне кажется, еще больше. Еще больше. Они, конечно, есть, которые, вот понял, они не сдадутся. Они приличают. А за что тебя хотят? За успех. Люди не любят, когда кто-то бывает успешно, чего-то достигает. Особенно, если он другой республики, другой национальности и так далее. А так старовые мужики всегда поддержат. И во всем честном. Везде на встречу идут, в каждом моменте. Везде. Благодарен всем моим фанатам за это. Шара, ждем побыстрее тебя обратно в октагонию. Ждем каких-то ярких элементов. И боя, и трэш-толка, и вообще в шоу. Я думаю, ты все понимаешь, что благодаря этому и приравнивается успех. И спортивный, и то, что за спортом. Так что, полный газ. Это вам спасибо, что приехали. Не посмотрели ни на расстояние, ни на что. Приехали снять добрый, четкий контент. Да, с кайфом, с кайфом. Колокольчики, лайки, комментарии. Все. Что у вас заберу. Все у вас заберу. Это будет ваша благодарность за наш труд, за нашу работу. И мы соберемся снова.